За 9 лет игры в World of Tanks, более мерзкого нарушения правил, чем в этом бою, я еще, ребят, никогда не видел. То, что сейчас произойдет на ваших экранах, заслуживает моментального, вечного бана. Здесь без вопросов. За это нужно банить навсегда то, что сейчас будет. Потому что это абсурд. Это просто какая-то жесть. Смотрите сами, все сейчас увидите, потому что это будет настолько открыто и понятно, что поймут все. Все, даже кто играет 3 дня в эту игру, сразу увидят, какую же гадость придумали делать в рандоме. В общем, сейчас смотрим. Играет у нас этот бой танк из Японии. Это Они, игрок 7000 боев, неплохая статистика, 59%. Проезжает на позицию, немножко там замешкался, поэтому получил ненужный снаряд в борт от Штюрера Эмиля. Вот сейчас он проезжает на позицию. Смотрите, что будет дальше. Впереди Кинг Тигр С. Мы выкатываемся аккуратно из-за угла и прочекиваем позиции тяжей, которые там должны, ребят, вдалеке стоять. В принципе, стандартное начало боя. И пока непонятно вообще, что же произойдет в этом бою дальше. Что же вот такого прям отвратительного сделают игроки. Но уже через несколько минут, ребят, вы все поймете, в чем же подвох и что уже сейчас в этом бою. В чем же происходит конкретное нарушение всех правил, которые только можно. Просто вот за это должны просто сразу выписать бан, причем огромному количеству игроков из данного сражения. Кому поймете через несколько минут. Не хочу спойлерить, потому что это действительно интересно увидеть самим. В общем, пока счет 0-2 и что бросается в глаза по миникарте. Видим, что союзники полностью отдали нулевую линию. И там, кстати, даже не СТ-шка, не тяж, не ЛТ, а ПТ-СА у врага под нулевой линией продавила на нашу базу. И там, походу, ее сейчас будет встречать наш союзный колесник. У нашего героя на тяжи не особо пока получается наносить дамаг, потому что противники не хотят, прям, честно говоря, выезжать под его зловещие фугасы и принимать к себе в борт вот эти самые японские плюхи, которые, ну, навряд ли кому-то из них нужны. Видим, что продавили, продавили у нас по нулевой линии. И Т-52 вместе, по-моему, то ли с Эмилем, то ли не пойму, продавливают вот здесь фланг. И если вот эти три танка, Хеллкэт, Колесник и СУ-100 сейчас отправятся в ангар, то, скорее всего, на этом бой перейдет в такую уже фазу добивания. Потому что откуда противники поедут к нам на базу, это значит минус арта, это значит весь вот этот фланг попадает в окружение с двух сторон и фактически начнут разводить. Но, тем не менее, небольшие успехи у наших пацанов на левом фланге, они довольно неплохо там подразобрались, хотя туда еще враги подтягиваются и, может быть, сейчас все перевернется. Ну, к тому же, счет уже 2-5 и, собственно, это такая первая фаза слива. Вот это начальное небольшое поражение буквально в нескольких стволов может буквально за несколько минут перетянуться в конкретный турбослив со счетом там 3-3-5. Еще там 1-2 кила сделают враги, это было бы, например, 3-9 и это уже все. Даже 3-8. Но, тем не менее, тем не менее, счет держится, пока противники не могут увеличить свое преимущество и видим, что 4-6, вот сейчас становится 4-7 и происходит тот самый момент, которого мы с вами, точнее, я думаю, команда нашего героя боялась. Нулевая линия отдана, правый фланг миникарты полностью проигран. Ну, вот, то есть, вот эти позиции полностью все здесь задято врагами. Скорее всего, артиллерия сейчас окажется под фокусом, ее уничтожат. Скорее всего, будет окружение вот этих флангов, вот этих позиций с двух сторон будут работать отовсюду. И, собственно, это все, по идее, должно перетекать в быстренький сливон. Но, ребят, я вначале говорил и буквально несколько минут назад говорил, что данный бой совершенно не будет стандартным и, в общем, сейчас все перевернется. Сейчас все перевернется полностью. А именно из-за того, что здесь уже происходит сильнейшее нарушение правил игры. Пока вы не поняли какое, но через несколько минут все поймете сами. У нас начинается дуэль, выкатывается вражеский японец. Удается дать по нему, наверное, очень важную альфу. Тут же наш герой откатывается в КД, а японец пользуется этим и проезжает вперед на 85-го. Для которого фугас японца может стать буквально последним. Но наш герой откровенно настроен помешать этому всему. Но альфы не хватило и Т-34-85 улетает быстренько в ангар с уверенного японского выстрела. И буквально опять все переворачивается далеко не в нашу пользу. Счет 7-10. Впереди на нас давит Ягдпантера. Нормально по ней выцелить мешают вот эти коробки. Но тем не менее нашему герою удается отвесить фугас по Ягдпантере. Откатываемся назад, чтобы как-то не получить от вражеского они. Но видимо это сделать уже не выйдет. Хотя нам здесь повезло. Японец вражеский зачем-то переключился там на ББшке. Броню нашу не пробил. И поэтому мы из этой перестрелки выходим еще и победителем. Имея сейчас очень хорошую возможность добрать этого японского наглеца. Который совсем оборзел своими ББхами здесь по корешу стрелять. И собственно это наш герой и делал. Но тем временем счет уже становится 8-11. И все союзники которые нас окружают сейчас под жестким фокусом. П-43 БИС вот-вот добьет КВ-2. Там сзади стоит шотная артиллерия. Которая тоже с секунды на секунду должна улетать в ангар. Ну еще и колесник. Который в принципе может выжить. Но хп у него довольно мало. Скорее всего его Ягдпантера и П-43 БИС там затюкают. В общем отправят в ангар. Собственно как я говорил. Ребят так все и происходит. Смотрите что дальше. Ягдпантера проезжает вперед на колесника и арту. Сейчас она будет их добивать. Наш герой отправляется за П-43 БИС. И кстати здесь везет нашей команде. Су-8 каким-то удивительным образом уничтожает Ягдпантеру. При этом даже не получив от нее никакого выстрела. И два наших союзника в принципе еще способны затащить. 9-12. Пока вот согласитесь. Непонятно вообще что происходит. И что странного в данном бою. Но я думаю некоторые уже могут догадываться. В чем же подвох. Но большинство я думаю еще не поняли. Но через несколько минут поймут все. Поймут все какая дичь на самом деле здесь творится. Это бой загадка такая получается. Вот сейчас смотрите. Последний союзник отправляется в ангар. Наш герой остается один против шести врагов. Ребят через несколько минут наступит развязка. И я собственно вынужден буду отреагировать на всю ту жесть. Которая происходит в данном бою. И собственно поэтому хочу быстро сейчас напомнить вам. Что спонсоры этого ролика у нас ребята с сайта WhatGold. Где вы можете получать прем танки. И золото каждый день. А иногда даже на халяву. Ссылка на WhatGold находится в закрепленном комментарии. К этому ролику переходите и забирайте ребят призы. Действительно можете колесо удачи прокрутить. На WhatGold. Прямо сейчас абсолютно на халяву. И выбить себе крутые награды. Вот перейдите по ссылочке. И колесо удачи как минимум проверьте. Ну и собственно там же в закрепленном комментарии. Находится специальный промокод от бомбилки для сайта WhatGold. Вводите его при пополнении. И собственно получайте еще больше призов. Ну и хочу еще показать победителей ребят. Нашего ежедневного розыгрыша. Больших новогодних коробок. Вот их комментарии с игровыми никами. И наши чеки об оплате. Поздравляем ребят. А в этом ролике тоже парни будет розыгрыш больших новогодних коробок. Для участия в нем вам нужно просто подписаться на наш канал. Поставить лайк этому видео. Включить колокольчик в режим все уведомления. Как это сейчас показано на экране. Внимательно ребята. Обязательно проверьте. Чтобы колокольчик у вас стоял именно в этом режиме. Ну и оставить комментарий с игровыми никами. Просто жмите лайк за то, что вот такие сражения мы разоблачаем. Я думаю вы еще не поняли. Но сейчас все поймете. Вот прямо сейчас все начнет разъясняться. Артиллерия подставляется. Мансит каким-то дивным образом. Вытанковывает. Наш герой в засвете. Сейчас проезжает на арту вперед. Она убегает изо всех ног. Но здесь вопрос конечно. Японец медленный танк. Но сейчас на подъеме. На подъеме должны ловить. И да. Делает наш герой это. И смотрите что происходит. В авражеской команде. Есть взвод. Из трех японцев. У которых 0 кабоев. Ники ренеймд юзер у всех. И приблизительно там 22, 25, 28 процентов побед. То есть это вообще треша. И смотрите что сейчас они делают. Вы уже догадываетесь да? Они не светились. Это целый взвод. Сейчас все увидите сами. Потому что. Когда я вот это увидел. Первый раз у меня бомбануло. Вот такие люди. Как этот взвод. Просто сливают бои. Если этот взвод попадает кому-то в команду. Это 75 процентов слив. Ну потому что у них 25 процентов. Он 22 даже. 22, 25, 28. Это где-то 70, 80 процентов. Что это сразу слив. Потому что это минус 3 танка. И вы сейчас поймете почему. И это до сих пор вот происходит. И они уже докачались до 6 уровня. Все еще не забанены. Вот просто как. Просто как это делается. Вот. Даже я покажу ники. Чтобы было видно. Это все полностью. На экранах. Там немножечко сжираются два ника. Они все три. Все три стоят АФК. Это целый взвод. Который намеренно выходит в бой. И намеренно стоят АФК. Это чисто взвод из трех ботов. Которые похоже каждый бой. Вот так вот стоят АФК. И прокачиваются. Прокачиваются взводом. Потому что там бонус. К фарму. Или к чему-то там еще. Ребят. Это нормально? Скажите. Я не могу. Вот таких нужно банить сразу. Потому что они фактически. Для своей команды. Взяли и слили этот бой. Ставьте лайк. Если согласны со мной. Что это ненормально вообще. Это абсолютно ненормальная ситуация. Когда целый взвод. Из трех танков. Стоит АФК. Ну это треш. Ну конечно для нашего героя. Это большой подарок. Он фактически на халяву просто сейчас делает. Три фрага. Трех японцев добивает. Еще и захват базы по-моему возьмет. Никто. Никто даже. Даже орудие не подвинет. Даже не пытается ожить. То есть это даже не какая-то программа. Там заумная. За них играет. То есть самый тупой бот. Который вообще ничего не делает. И просто стоит АФК. Ну ребят. Ну что я скажу. Ну это треш. Это треш. Это самое что ни на есть жесть. В общем жмите лайки. В любом случае. Не забудьте подписаться на канал. Включить колокольчик. И если вам не сложно. Можете оформить спонсорскую подписочку. За 49 рублей. Поддержать наш канал. Собственно. Ну а на этом все. Видим что вот такой бой. Пишите свое мнение. Нормально это или нет. В комментариях. А мы увидимся. Очень очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok